Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктории Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Остались довольны. Эксперты FIFA приехали с инспекции в Самару. Он Гагарина видел. Воспоминания ветерана авиации Ивана Глухова о космонавте номер один. Точка поставлена. Приговор убийцам предпринимателя Олега Дзергилева вынесен. Выявили недостатки и дали рекомендации. Московская комиссия проверила результаты капремонта. Хорошо ли быть лошадью? Премьеру в театре драмы дают уже на выходных. Самарские стройки оценили по достоинству. В городе принимали совместную делегацию FIFA и Оргкомитета России 2018. В ходе третьего визита эксперты осматривают стадионы и объекты инфраструктуры в шести городах, где пройдут матчи Мундиале. Они должны соответствовать всем стандартам проведения мировых футбольных первенств. Мнение о реализации самарских проектов выслушал Олег Зверев. Космический облик главной Самарской арены постепенно вырисовывается. Установлена уже вторая консоль купола. Готовность объекта оценивается уже на 40%. Это похоже на стройки первых пятилеток по масштабам и значимости события. Задача полностью завершить объект в декабре 2017 года. Весной 2018 уже можно будет проводить тестовые матчи перед играми Мундиаля. Не только купол, игровое поле и трибуны строители приступили к реализации внутренней планировки стадиона. Это душевые кабины, комнаты отдыха, раздевалки. А в этих стенах будут принимать вип-персон президентов, королей и звезд большого спорта. Значение Самарской арены подчеркивают и представители совместной делегации FIFA и оргкомитета России 2018. Здесь будут проводиться топовые матчи 1-8 и 1-4 финала. Важно, чтобы все прошло на высшем уровне. В ходе третьего операционного визита делегацию посещает 6 городов-участников Мундиали. Руководитель департамента FIFA по проведению чемпионатов мира Крис Унгер на просьбу сравнить, как проходила подготовка игр в Бразилии и ЮАР, отвечает уклончиво, политкорректно. В Самаре, по его мнению, работы идут в штатном режиме. Как уже говорилось, это наш третий инспекционный визит. Но мы впервые приехали сюда на площадку, чтобы оценить прогресс. Стройка огромная, и сейчас сложно выдать какую-то оценку. Работа идет, и нам важно, как планы будут реализованы на практике. Стадион будет построен в срок, и это будет один из лучших объектов за все время проведения мировых футбольных первенств. В этом у делегации на сегодня сомнений нет. Но задача проверить и как идет подготовка города в целом. Мы видим, что город готовится, город понимает свои задачи. У нас нет никаких сомнений, что власти города прекрасно задумывлены о том, что еще надо сделать. Но в целом подготовка идет хорошими темпами. Главная задача делегации не просто оценить подготовку к играм, но и дать рекомендации, где-то отметить положительные стороны или наоборот подчеркнуть недочеты. Об этом говорили на рабочей встрече с губернатором. Глава региона подчеркнул, все работы идут по графику. По итогам визиты совместной делегации ФИФА и оргкомитета России-2018, местный оргкомитет получит оценку своей деятельности. Смотрится не только подготовка, в том числе и приехали с рекомендацией, новыми рекомендациями с учетом безопасности, новых требований по безопасности, с учетом тех случаев трагичных, которые произошли в Европе. И, естественно, очень важно нам с нашими специалистами этот день провести, проработать и получить оценку, как делается все, и определиться профессионально, правильно, как дальше мы будем совместно работать. Мы не только работаем на стадионе и вокруг него, мы пользуемся случаем для того, чтобы посмотреть инфраструктуру города. Действительно, Самара является одним из наших таких серьезных опорных городов. Здесь пройдут шесть матчей, в том числе четверть-финал, это накладывает определенную дополнительную нагрузку, дополнительную ответственность на власти региона. Ну, мы уверены, что все идет хорошо и все справятся. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Губернатор Николай Меркушкин стал участником предварительного голосования «Единой России». Напомню, прием заявок на участие в праймере сойдет с 15 февраля. Одано 76 заявлений от кандидатов для участия в предварительном голосовании на выборы в Государственную Думу и 197 заявлений от кандидатов в Губернскую Думу. Сегодня состоялось очередное заседание регионального организационного комитета, на котором рассмотрели новый пакет заявок от потенциальных кандидатов. О своем желании участвовать в праймере с кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы по единому избирательному округу заявила и глава региона. Задача стоит одна, чтобы как человек, который давно в «Единой России», как член бюро Высшего Совета во время выборов, основных выборов, которые проходят в пять лет раз и в Думу Государственную, и в нашу губернскую, конечно, я тоже не могу остаться в стороне, хочу напрямую участвовать и поддержать, и помочь партии набрать как можно больше голосов. Заслуженный машиностроитель России, почетный гражданин Самарской области и города Самары, промышленник, известный далеко за пределами России, Анвар Бульхин отмечает 80-летие. Почти 60 лет он трудится в Самаре, и все эти годы верен одному предприятию – Самарской кабельной компании, где он начинал работу простым мастером, а сейчас он занимает пост председателя Совета директоров. Кабельный завод внес огромные вклады в строительство метро и в развитие космической промышленности. Именно в Куйбышеве был выпущен первый в стране оптоволоконный кабель. Сегодня самарское предприятие – одно из крупнейших в России, лидер кабельного производства. Поздравления с юбилеем прозвучали от губернатора Самарской области Николая Меркушкина и главы Самары Олега Фурсова. Николай Меркушкин знает Анвара Бульхина уже 25 лет. Я помню, насколько вы и тогда, как сегодня говорят, креативными, насколько творчески ко всему вы относились. И как вот эта состязательность, грузовская, двигала предприятие вперед. Вы получили признание не только своего коллектива, но и всего города, области. В тот период, когда Самара, Куйбышев становился индустриальным центром, опорным центром для нашей страны, когда ковался ракетно-космический центр, внес серьезную лепту в развитие нашего города. И много славных страниц написано именно вами, Анварка Шапчев, «История Самары». Люди, которые творили космическую историю страны, те, для кого 12 апреля праздник особенный. С ними в преддверии Дня космонавтики встретилась Валерия Макарова. Рассказы конструкторов, испытателей и летчиков легли в основу репортажей свидетелей звездной эпохи. Герой первой из них – Иван Глухов, ветеран авиации. Жизнь столкнула его с космонавтом номер один незадолго до исторического полета. Жизнь здорово помотала Ивана Андреевича Глухова по всему Советскому Союзу. Такая уж у них, у военных летчиков судьба. Они – перелетные птицы. Шутка ли, 50 лет в авиации. В апреле 1961-го экипаж самолета Ли-2 с борттехником Глуховым на борту пролетал над правым берегом Волги. Все вглядывались вниз, на землю, ведь где-то там, несколько дней назад, приземлился Гагарин. Произошло это около небольшой деревеньки Узморья. Там была знакомая, это рядом с ее почти дома. Когда встретились, она говорит, хочешь посмотреть, где он приземлился? Там место еще осталось. Прошли, я посмотрел, все запомнил. Неспроста этот день так врезался Ивану Андреевичу в память. Судьбы борттехника Глухова и космонавта Гагарина однажды уже пересекались в Энгельсе. Там первый отряд космонавтов учился прыгать с парашютом. В небо их поднимал тот самый экипаж, который потом вглядывался в правый берег Волги. Новость о полете Гагарина застала Ивана Андреевича в очередной командировке в Минске, в магазине, где продавали телевизоры. «Телевизор много, все сбежали. Гагарин в космосе. Фотография на включенном телевизоре. Командир. Ростом одинаковый. Он говорит, Ваня. Вы что? Да это наши космонавты. Я говорю, командир, ну я разве помню всех? А вы помните? Нет, это наши космонавты. Наши парашютисты». Парашютиста Юру Гагарина Иван Андреевич припомнить так и не смог, но отчетливо помнит, что чувствовал в апреле 61-го. Он сам и, пожалуй, каждый в Советском Союзе. «Ну, конечно, гордость за нашу авиацию, за наших летчиков, за нашу науку». Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Далее коротко о других темах дня. 20 апреля в Самарском райсуде состоится первое слушание по делу блогеров. Напомним, Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Умярова обвиняются в вымогательстве 3 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила. Блогеры были задержаны в октябре прошлого года и находятся под стражей. У Самарского объединенного вуза появилось официальное название. Оно утверждено приказом Миноборнауки России. Таким образом, в приемную кампанию этого года абитуриенты будут поступать на учебу не в СГАУ или в САМГУ, как ранее, а уже в Самарский национальный исследовательский университет имени Академика Королева. Напомним, Самарский университет входит в число ведущих российских вузов. Одной из главных задач является его вхождение в топ-100 лучших высших учебных заведений мира. С 1 апреля автомобильное движение будет временно ограничено по улице Чапаевской от Вилоновской до Шостаковича. Здесь приступят к плановой замене изношенного участка теплотрассы. Ремонтные работы продлятся до 20 апреля. Все потребители переведены на резервную схему. 4,5 тысячи самарцев могут лишиться права вводить машину из-за долгов. За три месяца 2016 года судебные приставы ограничили в специальных правах 726 жителей губернии. Напомним, 15 января в России вступил в силу закон, позволяющий приставам на основании решения суда лишать должников права вводить машину вплоть до погашения долгов. Апрель, наконец, порадуется амарцев теплом и солнцем. Вопреки приметам, погода на выходных улучшится. Воскресенье в области потеплеет до плюс 17 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ночью температура также сохранит плюсовые значения. Приговор вынесен, но ставить в деле точку еще рано. 76 лет колонии строгого режима на четверых получили пособники преступления и убийцы Олега Дергилева. Напомню, в октябре 2013 года владельца сети магазинов «Горилка» нашли застреленным недалеко от железнодорожной станции «Козелки». Расследование преступления длилось два с половиной года. В итоге на скамье посудимых оказались четверо исполнителей. Впереди поиски пятого и непосредственно заказчика. О громком деле репортаж Павла Баймакова. Я не виновен, так же, как и все четыре на самом деле сидели. Это все дело с публиковым. В один голос об этом говорят все, ныне осужденные. Убийцей Олега Дергилева суд признал Сергея Козаева, который, по данным следствия, выстрелил в бизнесмена. Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Остальные Сергей Дагазин, Вячеслав Калистратов и Максим Колесников проходили по делу как пособники. Они проведут за решеткой от 16 до 19 лет. Мой сын не виноват. Это я, как мать говорю, положу руку на сердце. Мой сын был на работе. Все это действительно сфабриковано. Мы будем обжаловать, естественно, мы пойдем дальше. Мы будем добиваться своей правды. На след преступников силовики вышли в апреле 2014-го, примерно через полгода после убийства. Как говорят следователи, в полицию с заявлением пришла бывшая жена Сергея Козаева, который тот сообщил о том, что готовит покушение. То, что ему заказали владельцы сети алкогольных магазинов «Горелка», он не сообщил в одном из магазинов алкогольной сети «Горелка». Также в последствии он при ней рассказывал о том, что ему необходимо копить пистолеты. И после того, как у них произошел конфликт, она решила больше не скрывать полученную информацию. Пока шло расследование преступления, за любую информацию о причастных к нему объявили вознаграждение в несколько миллионов рублей. Получил ли кто-то эту сумму или нет, неизвестно. Родственники Дергилева от комментариев отказались. Камера выключится без комментариев. А вот родственники осужденных говорить не стесняются. Вот это мы правду получили. Если бы мы знали, что так будет, я бы сейчас уехала куда-нибудь в горы с ним. И все, мы жили бы. Несмотря на доводы родственников и оправдание самих осужденных, суд приговорил всех четверых к длительным срокам заключения. Обвинительный вердикт им, кстати, вынесли и присяжные. Коллегия формировалась дважды. Впереди у следователей поиски пятого исполнителя Сергей Минченко. Сейчас находится в розыске. Ставить в деле точку еще рано, так как предстоит установить и заказчика убийства. Версий преступлений несколько. Также по неподтвержденным данным есть и подозреваемый. Информацию пока не разглашают. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Большая проверка. Эксперты Центрального штаба ОНФ проинспектировали качество капитального ремонта самарских домов. Рейд прошел по Советскому, Октябрьскому и Самарским районам. В преддверии межрегионального форума Общероссийского народного фронта, который состоится в конце апреля, задача экспертов определить наиболее острые проблемы в сфере ЖКХ в Приволжском федеральном округе и разработать рекомендации, которые помогут достичь положительных результатов. С проверкой по Самаре отправилась и Алина Чемерес. Жители пятиэтажки на улице Гагарина приход весны уже давно не радует. Крыша, которую капитально отремонтировали зимой 2014 года, с приходом тепла сразу дала трещину. Валерий Кривошеев тогда был старшим по дому. Люди-то как раз делали ремонт у себя дома. И вдруг, вот можете себе представить, потолок с водой. От подрядчика были люди, собственно говоря, эти кровельщики. Ну, они так, в общем-то, приходили, какие-то делали работы, заделывали какие-то дырочки там. Ну, потом вот новая весна и опять та же проблема. Худая крыша над головой и у жителей дома на энтузиастов. Здесь капремонт закончили прошлым летом. Верхние этажи пятые, да, не жаловались. А что там? Балконы. Балконы были сырые, мокрые. И по стенам текло, и в досточке, в общем-то, не доходила до них желобов вода, поэтому стекала именно на дом. В старинном особняке на улице Куйбышева с крышей все в порядке. Здесь капремонт слишком затянулся. Закончить работу подрядчик должен был еще в октябре прошлого года. Но в сентябре они прекратились, рассказывают жители. Качество капитального ремонта домов проверяют эксперты из Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Все замечания берут на карандаш. Программа капремонта в Самаре реализуется уже три года. За это время здесь, отмечают эксперты, научились слушать жителей, но не всегда слышать. Там, где сегодня обнаружили нарушения заказчик работ – фонд капитального ремонта. Эксперты обещают следить за тем, чтобы недоработки устраняли за счет качества, а не количества. Фонд капитального ремонта со своей стороны определенные показатели своей работы хочет улучшить за счет того, что сократить количество домов, которые будут ремонтироваться в 2016 году. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное для того, чтобы эти показатели не улучшались за счет уменьшения каких-то объемов, а улучшались за счет организационных вопросов, за счет качества работы. Если устраняться, но они бесспорно устранятся на кровле замечания по капитальному ремонту, то ущерб, который нанесен в квартире уже, он-то будет восполняться за чей счет, кто и как будет разбираться с ущербом, нанесенным самому жителю. Конкретные предложения у нас есть, законодательные механизмы есть. По результатам проверки федеральные и региональные эксперты подготовят рекомендации, которые помогут повысить качество капремонта в Самаре. Одна из важнейших задач – разработать подход к выбору подрядчика. В Самаре нужны водители трамваев, слесари, медработники. На рынке труда эти профессии наиболее востребованы. В городском центре занятости сегодня зарегистрировано около 20 тысяч вакансий. Большая часть из них – рабочие профессии. А вот желающих занять такие должности найти непросто. Соискатели с большей охотой идут в служащие, бухгалтеры и в актеры. По официальным данным, в Самаре сегодня проживают более 5 тысяч безработных. В период генеральной уборки города им предлагают подключиться к благоустройству и поучаствовать в общественных работах. В этом случае они будут получать и пособие по безработице, и зарплату. По словам специалистов, проблемы с трудоустройством у горожан возникают из-за несоответствия спроса и предложения. Сейчас наступает лето. Подают такие вакансии, как агроном, который необходим в тех подсобных хозяйствах, которые расположены близ Самары. Но ни одного безработного, который имел опыт работы или образования по данной специальности, у нас на сегодняшний момент нет. То есть вот этот дисбаланс, конечно, он и порождает вот такую безработицу. Нефть снова толкает рубль вверх, а в Самаре опять закрывают банк. О последствиях экономических событий расскажет наш обозреватель Андрей Трой. Рост цен на нефть на 4% до 40 долларов 67 центов за баррель в течение суток провоцирует укрепление рубля. На выходные Центробанк установил курс доллара США на отметке 67 рублей 46 копеек. Курс евро 76 рублей 68 копеек. Золото стоит 2697 рублей за грамм. Серебро стоит 33 рубля 17 копеек за грамм. Участники рынка разделились во мнениях. Одни говорят, что надо ориентироваться на встречу ОПЕК в ДОХе. Другие говорят, что надо смотреть в сторону США с ее запасами и сланцевой добычей. В общем, от кого-то из них будет зависеть дальнейшие нефтяные перспективы и курс рубля. А пока идет спор в высших сферах экономики. В Самаре лишен лицензии уже шестой банк за последние два с половиной года. Центробанк отозвал лицензию у Фиабанка. Своё решение регулятор мотивирует тем, что банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Также у банка объем собственных средств ниже 2%. Санация банка не ожидается, так как по оценкам ЦБ это слишком дорого и нецелесообразно. Пенсионный фонд сообщает, все граждане, получавшие пенсии и социальные выплаты через Фиабанк, получат причитающиеся им суммы через отделение Почты России по месту жительства в период с 15 по 25 апреля. Для смены организации доставщика нужно обратиться в управление ПФР по месту получения пенсии или социальной выплаты и оформить соответствующее заявление. По вопросам обращаться по телефону горячей линии отделения ПФР по Самарской области 242-37-27. Выплаты вкладчикам начнутся в конце апреля. Деньги в полном объеме вернут всем, кто имел вклад, не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. На сегодня это все. Хороших выходных. Историю лошади расскажут и покажут в драматическом театре. Спектакль-эксперимент готов. Холстомер по Льву Толстому давался тяжело. Режиссер Сергей Грицай предъявляет к актерам суровые требования. Не только хорошо играть роль, но еще быть певцами и балетными танцорами. Премьера состоится 9 и 10 апреля. На генеральном прогоне побывала Марианна Мирная. Пришлось постареть на десятилетия за 4 месяца, шутит актер Владимир Морякин. Исполнителю главной роли спектакля «Холстомер» в свои 24 довелось вжиться в образ старой лошади. Но Лев Толстой, как и 100 лет назад, актуален и понятен каждому, уверен артист. Это есть у нас сейчас. Ты идешь, ты можешь видеть, как ты зашел в магазин, подошла какая-то бабушка, а кассерша взяла и нахамила ее лишь только потому, что она бабушка, там одета, там непонятно как, и там отойдите, и нахамит. За это всегда обидно. Ну как бы, ты же не знаешь, что с тобой будет через 30 лет. Скромные костюмы, лаконичное убранство сцены только на первый взгляд кажется серым и унылым. Декорация «Трансформер» удивляет своей универсальностью. Абсолютно фантазийный мир. Станки хореографического класса за время спектакля превращаются то в стойло для лошадей, то в часть дома конюха, а потом и в сцену драматического театра, когда зритель перестает понимать, где театр, а где настоящая жизнь. Про отношения, любовь и предательство простые истины непростым языком. Актерам приходится изнурять свои организмы тяжелейшими пластическими па, одновременно петь и играть роль. На самый частый вопрос, почему «Старую лошадь» играет молодой актер, режиссер Сергей Грицай улыбается. Уверен, что хороший артист может заставить зрителя поверить во все, что угодно. Если кто-нибудь израспомнит фильм «Депутат Балтики», то Николай Черкасов играл профессора Полежаева, 70-летнего старца Седова, будучи 33 лет. И ни у кого не возникало вопросов. То же самое делает и Владимир Морякин, только мы не прибегаем к гриму, исключительно за счет пластики. Сергей Грицай уверен, это спектакль о милосердии, которого так не хватает в этом мире. Мораль проста. Если хочешь выжить, бей копытом. И не важно, лошадь ты или человек. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Девятый кубок Владислава Третьяка уехал в Альметьевск, Татарстан. В финальном поединке нефтяник в серии после матчевых буллитов одолел магнитогорский металлург. Спортшколу клуба КХЛ. Хотя по ходу матча нефтяники постоянно проигрывали одну шайбу, однако основное время закончилось при счете 3-3. Пришлось форсировать игру, перестраивать звенья, тактику, рисунок игры. Менять, менять, менять. Атака, атака пошла. Где-то навалом пошли уже, куда деваться. Время же капало, капало же. Ну, в принципе, додавили, дожали. Второй финалист Кубка Третьяка – первая команда на Урале. Магнитогорский металлург. Побеждать привык. У себя на родине. Самарский турнир встретил магнитку по-хоккейному гостеприимно. Соперники тоже лидеры в своих регионах. Подмосковные «Витязь и Русь», сочинские барсы и, конечно, хозяева – самарские ЦСКА ВВС. Подбор команд был довольно-таки серьезный. Все соперники, скажем так, с характером. Игры все проходили на зубах. Уровень турнира довольно-таки сильный, скажу так. Уровень, скажу, финала России примерно. Самарским военным летчикам не везет с медалями на родном турнире, который год подряд. Хотя в 2010 году ЦСКА ВВС завоевали Кубок Третьяка. Нам предстоит еще много работы для того, чтобы вернуть былые традиции и стать победителями. Я думаю, на следующий год он будет юбилейным, десятым турниром. И будем ждать то, что наша команда отметит данный юбилей победой. Хоккейные специалисты, побывавшие на Самарском дерби, высоко оценили игру местной команды. За последние годы спортсмены прибавили в мастерстве. И недалеко то время, когда ЦСКА ВВС сможет на равных бороться за медали с командами сверстников из клубов континентальной хоккейной лиги. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok